Традиционно накануне учебного года проходит кампания прием образовательных организаций к новому учебному году. 2018 год не стал исключением. И по распоряжению главы района от 10 мая 2018 года за номером 213R была создана комиссия и был определен график приема образовательных учреждений к новому учебному году. В комиссию вошли представители управления образования, представители общественности, председатель рекламы профсоюза работников народного образования, представители отдела надзорной деятельности МЧС России по Курагинскому району, представитель муниципального отдела МВД России Курагинский. И возглавляет эту комиссию. Председателем данной комиссии является заместитель главы района Татьяна Александровна Роткина. В данной комиссии была поставлена цель определить, как же образовательные учреждения у нас готовы к новому учебному году, являются ли они безопасными для учащихся и работников образовательных организаций. Вопрос о безопасности рассматривался в трех направлениях. Это Роспотребнадзора, то есть санитарно-гигиенические нормы не выполняются, но они смотрели по другому графику, смотрели те образовательные учреждения, которые имели ранее выданное предписание. А мы смотрели, комиссия, это вопросы пожарной безопасности и вопросы именно связанные с терроризмом. С 1 по 14 августа были проверены все образовательные организации на этот предмет. Надо отметить, что школы, детские сады, учреждения дополнительного образования хорошо подготовились к новому учебному году. Была создана нормативно-правовая база почти у всех образовательных организаций. Сделаны текущие косметические ремонты. И вот данные вопросы, которые смотрела комиссия, они не остались без внимания и у района. Были выделены деньги на то, чтобы заменить проводку в Войховском детском саду, так как электрическое нарушение или неисправная электрическая проводка может привести к пожару. Были проведены обработки деревянных конструкций чердачных помещений кровли. В области антитеррористической защищенности были выделены тоже небольшие средства. И будут в двух школах, это Кашурниковская, 8-й, Курагинская, 7-й школы, установлены видеокамеры видеонаблюдения и слежения. Также мы участвовали, управление образования и район участвовали в конкурсе по получению средств от Министерства образования для ликвидации тех предписаний, которые были выданы надзорными органами. Были выделены деньги в размере 3 миллионов 440 тысяч рублей, которые были распределены. И по итогам заседания данной комиссии о распределении этих денег, деньги были выделены на замену оконных проемов в Брагинскую школу и частичного ремонта кровли Черемшанской школы. На сегодня у нас школы все готовы, все готовы принять учащихся. Мы рады видеть в стенах наших школ всех обучающихся. И накануне учебного года хочется пожелать всем детям, родителям, учителям только хороших оценок, добрых учителей, грамотных учеников и понимающих родителей.